Ну блин, ну мы как-то умудряемся убивать этих королей, и чё это? Ладно, всё. Что на этот раз? Собаки, да? И ругательное имя? Этот Шнуров, блин! Вот так вот. А вы, вы смотрите Пирпитус Плей, меня зовут Саша, и мы продолжаем играть в Рейнс. Лайки, комментарии, конечно же, приветствуются, а особенно репосты. Ну что ж, поехали править. Пошли, поехали. На чём мы там остановились? Уильям, 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 давай, вправим дальше. Тринадцать лет в власти, слушайте, по-моему, что-то не это было, оно вечно меняется. Ну да какая разница, оно всё равно повторится. Королевство Юга заявляет, что вы должны жениться на их принцессе, и отказ может означать войну. Ну конечно, женюсь, конечно. Посмотрите, какую странную штуку я создал на прошлой неделе, пока разбирался с алхимией и тёмным искусством. Не волнует. Как-то не волнует. Волнует? Превосходно. Маг. Поговорить с вазой. Оба-на. Это ваза. Превосходно. Я вроде как страной правлю. Да нет, превосходно, всё нормально. Это ничего не означает. Это ваза. Превосходно стукнуть. Стукнуть превосходно. Вечно превосходно отвечать-то что-то. Стукни его, стукни. Лжец. Как ты смеешь? Что? Действительно, что? Нет, ты? Не ты, а доктор. Он лжёт. Он нашёл меня в ламаске. Он не создавал меня. Что ты такое? Что ты так? Кто ты? Или что ты? Ладно, кто ты? Вопрос настолько философский, что почти бессмысленный. Возвращаясь с морозной кровью. И, быть может, я отвечу. Возвращаясь с морозной кровью. Это как это? Где это морозная кровь? Ладно, превосходно, хорошо. В столице вспышка холеры. Это синяя смерть. Лечить население, конечно же. Ааа, население уже просто ватас ушло. Я вижу тысячи кораблей с высокими и крепкими мужчинами. Генерал. Зерно сильно подешевело, милорд. Нужно регулировать сцену. Эээ, нет, удваивать нельзя. Немножечко, поднимите. Чуть-чуть, чтобы я просто не такой бедный был, король. Устье реки Капли опасное болото для путников. Нам нужно хорошенько его почистить. Блинский ты, блин. Я не могу себе позволить его чистить. У меня лаванда закончится. Извините, ребята, мы будем пользоваться амбаром. На нас напали викинги. Нужно оборонять страну севера. Блинский ты, народ. Ладно. А-а-а-а. Наш народ голодает. Распространяется недовольство. Что за херня? Давай. Амбар. Давай, амбар. Давай. Хорошо. Да. Милорд, ваша страна все равно разрушена, потому что вы банкрот просто. 21 год у власти продержались, а? Принадлежит купцам и знати. Мать твою. Леди Паулизия. Опять в изгнании. Да что вы издеваетесь, изгнали уже кого можно, только кого нельзя. Ну ладно, Уильям Макс все-таки. Все-таки он кем-то стал за свое короткое правление. Так, править как победитель, встретить неуклюжего пророка и начать крестовый поход. Да вы гоните. Ну ладно, давай попробуем. Вы хотите жениться на принцессе? Хочу. Класс. Мой король, я беременна, я рожу тебе сына, это мой долг, наследник, наконец-то. Отлично, все как хорошо складывается. Ваша королева рожает, но роды слишком тяжелые, мы не можем спасти обоих дых... Блин. Эх. Спасайте ребенка, спасайте королеву. По-моему, ребенка я уже спасал разок, да? А, давайте спасать королеву на этот раз. Вот так вот. Нужно установить комендантский час. На улице столицы опасно по ночам. Это до хрена стоит, ничего страшного, пускай будет опасно. Вас там и так много. Я могла бы построить госпиталь, чтобы предотвратить рост эпидемии. Давай строй, конечно. О, дом презрения. Больница уменьшит последствия эпидемии и катастроф. Вот это здорово, на самом деле. Это нам пригодится очень даже. Человек заявляет, что бушующая эпидемия дизентерии промысел божий и несет любовь в мир. Да ты гонишь. Какой это человек вообще. Да? Благословенный? Встретит неуклюжего... О, встретили неуклюжего пророка. Странные чудеса. Человек заявляет, что бушующая эпидемия дизентерии промысел божий. Ну, хорошо. Человек ходит в тронный зал. Отец Филипп был вынужден уступить дорогу. Ну, ничего, подвинется отец Филипп со своей жопой толстой. Брат, молись со мной. Ангелы дали мне знаки воли его и знаки те зловещие. Зверь. Хм... Это частный тронный зал? Да нет, какие знаки? Церковь не одобряет. Куда не пойду я, всюду все рушится и умирает в муках. Со мной идет дьявол, чтобы укрепить веру в отца нашего. Хрена себе. Ну, хорошо. Это неслыханно. Придайте огню этого еретика. Блин, церковь-то вообще взбунтуется. А вдруг они меня сожгут, а? Как в прошлый раз. Четыре года у власти. Нам еще, по идее, там лет шестнадцать королю. Ладно, жгите. Жгите мужика. Жгите. Церковь одобряет. Скрипя сердце, палач уводит пророка. Ну, бывает. Так и бывает. Нифига себе. Я был воскрешен, чтобы нести слова радости и любви к Богу на этой гибнущей земле. Нервный смех или глубокий вздох. Арнольд. Вообще, вы заметили сходство со Шнуровым в более ранние годы? Я вообще как бы уважаю творчество этой группы. Ну, вот, видимо, и разработчики уважают. Ладно, глубокий вздох. Хорошо. Грязное ругательство. Это не моя вина. Стражник с факелом споткнулся, от чего висит... А, так его даже не сжгли. Хотя, подождите, его хотели... А его хотели сжечь или просто казнить? Самодовольная ухмылка. Грязное ругательство. Ладно. Дань Шнурову. Грязное ругательство. Корабль на карантине. Возможно, это чума. Закрыть на карантине весь порт. Ну, ладно. Кройте карантин, блин. Я собираюсь навестить наших безбожных соседей. Я ведь здесь не нужен. Конечно, навести их. Конечно, конечно. Денег даже с тобой немножко украл скотина. Победы викинги побеждены. Нам убить пленных? Никакой пощады. Ладно, отпускаем. Отпускаем их. Помогите, помогите. Общественный амбар горит. Пошли туда войска. Блин, а войска-то... Ладно. Войска заканчиваются уже. Милорд, наши торговые отношения с Востоком стремительно ухудшаются. Они немного... Они намного богаче нас. И какие у нас варианты? Ничего не слышать об этом. Какие варианты-то у нас? Как насчет доброго крестового похода? Звучит неплохо? Ну, теоретически. Чисто из-за того, что у нас здесь крестовый поход намечается. Но! Не хочется это просто профукать. Хотя короля убьем, наверное, да? Потому что, ну, вот, явно закончится. Ну, ладно. Звучит неплохо. Наоборот! Эффект проявляется каждую секунду. Новые карты. Так, что, что, что? А чего они умирают-то? Растет бабло, но уменьшается. Народ. Крестоносец. Истребление неверующих. Выгодный способ ежегодно сокращать население. Прикольно. Выходите на дуэль со мной. Покажите всему миру, что можете сражаться в битвах. Проиграйте, покиньте Ла Маск. Ну, а что, принцесса Муштари? Не, ну, это же не жизнь. Как бы в жизни нельзя было. А тут можно и почикать уже принцессу немножко в игре. Где ты научился этому приему? В больнице? Ну, да. Черная смерть называется. На. Сейчас ты познаешь гнев семьи Сабель. Амрана. Ничего не чувствую. А как насчет разъяренного вепря? Ни хрена себе, она пляшет вокруг нас. Никогда не пытался подзаработать на своем исключительном умении махать метлой? Если честно, то нет. Я сделал на этом состояние вообще. Сейчас ты познаешь гнев семи Сабель. Амрана. Так, ну ладно. Ничего не чувствую. Да как это? Я победитель, заканчивайте свой крестовый поход. Да? Нет. Да? Нет. Да? Нет. 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 Крестоносцы как бы не всегда говорили правду. Поэтому пошла ты в жопу. Вика Капля затопливает большую часть страны. Нам нужно помочь церкви и армии. Ладно, помогем чуть-чуть тебе. Этот крестовый поход длится слишком долго. Мы проигрываем. Нам нужно отступать. Ну а теперь можно отступить. Да, хорошо. Все, окей. Проиграли на дуэли. Как она? Что она вообще себе позволяет? Такими семью саблями. Надо было нападать на нее. На эту тварь. Я буду знать теперь. Я буду умнее. В этом деле нельзя перестраховаться. Нужно нанять больше солдат. Да как нанять больше солдат, когда у меня лаванды на них нету, а? Пошли в задницу. Вам нужен кредит, милорд. Не нужен. Не нужен. Сэр Вильям, иди в жопу. Прошу, не надо. Я заплачу. А что ты хочешь там? Я покажу пути, праведные твоим купцам. Узри. Ну, давай показывай. Арнольд. Ну, давай. Ладу. Милорд, ваша страна разрушена. Все принадлежит. Купцам и знатим. Ну, блин. Ну, мы как-то умудряемся убивать этих королей. Че это? Ладно. Все. Что на этот раз? Собаки, да? И ругательное имя. Этот Шнуров, блин. Эх, ладно. У него карма, видимо, такая. Блин. Ну, хоть в крестовом походе побывали. Править как победитель, завести роман, увидите будущее. А мы же его видели или не видели? У нас же пророк там вроде есть. Я бы хотел поделиться с вами астрономическими чудесами, которые открыл мой народ. Делись. Это очень любопытно. Идеально совпадает с открытиями мастера Аргаса. Нам нужно? Я нам нужно. Я нам нужно. Я. Церковь что-то идет по херам. Богохульство. Единственное, наверное, что солнце вращается вокруг нас. Вокруг нас. Тварей божьих. Ладно. Чисто вот теоретически. Чтобы поддержать церковь. Ладно, пускай порадуются. Хорошо. Ваш рукав проскользнула змея. Да? Какого хрена? Нет. Проваливай. Да. Я желаю остаться у вас при дворе, чтобы наладить понимание между нашими народами. А, вот это змея, да? Пошла нахрен. Нахрен пошла, я сказал. Не хотите сыграть в красного карлика, милорд? Начнем с небольших ставок, а я не хочу разорить вас. Теоретически. Давай сыграем. Я же не могу проиграть теперь с вот этой штукой. Давай сыграем. Бросаем кости, я уверен в победе. Не хотите поднять ставок? Пока еще можно. А поднимаю, чего нет? Ну же, я знаю, что можешь и лучше. В принципе, я бы еще поднял. Но что-то мне тогда кажется, если я выиграю, то знать меня повесит нахрен. Ладно, давай, показывай. Вскрываемся. Юный болтун медленно поднимает кубок, под которым две игровых кости. Черт, это нечестно. Вы выиграли. Я хочу деньги обратно. Попробуем еще. Да ты гонишь. Как-то нечестно. Мне... Не будем пробовать еще. Пошел в задницу. Это все мое бабло. Все, вот так вот. Иностранный купец проведет новые земледельческие инструменты. Ну, копирни, ладно. Копируй немножко. Произошел массовый побег из тюрьмы. Нужно организовать розыск. Ладно, организуй. Что же вас бегут-то из тюрьмы-то? Что ж такое? Не нужно нам кредиты в задницу. Это ваш 20-й день рождения. Нужно отравнивать. Ну, давай, хорошо. Все, хорошо, только деньги заканчиваются. Королевство Юга заявляет, что вы должны жениться на их принцессе. Отказ может означать войну. Да, пожалуйста. Нам нужно торговать с Востоком. Мы можем предложить короне 10% от всех доходов. Да. Вот, отлично. Шелковый путь открыли. Шелковый путь открыли. Молодцы какие, а. Торговля специями помогает вашей казне расти из года в год. Правда, вашим соседям это может не понравиться. Ах, суки они такие. Шахтеры отказываются спускаться в шахту. Они хотят прибавки. Ну, пускай получат прибавку свою. У меня деньги есть. Любовь моя, я хочу организовать турнир. Да, пожалуйста, любовь моя. Турнир так турнир. В нашей стране царит мир и процветание. Нужно держать сокровищницу полной на случай тяжелых времен. Хорошо, давай держать. Хотя, ну давай подержим. Наша прекрасная столица воняет нечистотами. Половину города, давайте построим канализацию. Как бы да, но до хрена слишком людей. У них всех слишком хорошо. Не надо, пускай срут под ноги. В поисках золота мы наткнулись на вход в странную крипту. Жуткую, с призрачным шепотом и скверным запахом. Срочно закройте. Я уже туда ходил, мне больше не хочется. Королева Юга преподнесла вам 40 книг. Нам нужно построить библиотеку. Строим библиотеку обязательно. Группа фанатиков разорила госпиталь. Заявляю, что только Бог может исцелить через наложение ваших рук, милорд. Да? Нет. Нет. Не только Бог. Так, нам нужны деньги на весенний фестиваль. В этом году он будет великолепен. Блин, слишком порадуются люди. Нет, нет. Извиняйте. Сообщение говорится в деревне на юге. Поощряют многобрачия. Послать армию. Армию шлите. Ваш народ, суверные безбожники, построить больше церквей. Да. Деньги заканчивают. Переумножают слишком быстро. Ладно, строй. Урожай просто сказочный, милорд. Накормите народ. Накормите армию. Во, кормите армию. Прошу помощи в содержании имущества церкви в надлежащем состоянии. Да. Да, хорошо. Грозит переворот. Ваши люди слишком много едят. Они разжирели и обленились. Нужно повышать цену на хлеб. Нет. Не надо. Одно из ваших решений убьет тысячи невинных. Которое? Я могу привлечь красных муравьев в постель восточных баронств. Только скажите. Конечно. На это немножко денег даже уйдет. Заблудший. Да нормально. Геральт. Это у нас Геральт, оказывается, был. Я могу привлечь. Да, да, да. Вы приводите восточные баронства в состоянии хаоса и беспорядочной власти. Отлично. Милорд, нам нужно появиться перед окнами. Люди жаждут видеть нас вместе. Извини, извини. Но там у людей все слишком хорошо. Восточные баронства собираются познамену и ужасно полководцы. Пошлите армию. Ммм. Дошли армию. Хорошо. Корабль на карантине. Возможно, это чума закрыть карантин. Вот, да, закрываем. Отлично. Спасло нас. Фух. Восток и юг планируют нападение на королевство. Мы будем... Мы будем спросить у запада помощи. Ммм. Да. Да. Отлично. Ваша крепость слаба. Нам нужно построить новую башню. Строим, конечно. Строим. Нужно построить новую церковь. Хрен вам. А не церковь. Поняли? Поняли. Помогите, помогите. Общественный амбар горит. Пошлите войска. Ну, как тебе сказать. Не надо. Хотя он сгорит полностью, да? Ладно, шлите войска. Не будем рисковать. Да ты размазняни, правитель. Что? Слышь, что ты хочешь вообще? У нас самое лучшее развлечение для народа это дурацкие... Так, это уже было или как? Они не так уж... Он не так уж и плох. Мне нравится. Он не так уж и плох вообще-то. Куда? А, по пляшам, как уточки, пока какой-то дебил издевается над людьми. Прям темные века, стыдова. Я, мы, я. Людям нужна драма, действия, любовные истории для взрослых. И им нужно развлекать их нужно. Да, нет, да, нет, да, нет, да, нет, да, нет, 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 да. Развлекай их. Итак, назначаю себя главой развлекательного управления. Нет, нет, не стоит благодарности. Да у людей все хорошо. А если я не согласен? Тогда я ухожу, и вы пляшите на весеннем фестивале, сколько вам влезет. Ну пошел нахрен тогда. Я не дал. Вали. Милорд, попробуйте мой пирог. А, нет, пироги пробовать не буду, извини. Они повышают там у населения радости, будут голные штаны. Толстый мужик с накладной бородой в красном костюме раздает всем детям подарки. Блин, ну вот этот Дед Мороз пришел не вовремя, дай мне все равно. Да мне похрен, пускай раздает, отлично. Блин, странно. Все монахини в женском монастыре начали мяукать по кошачьи. Это распространяется по деревне. Генерал. Да, да, да. Мы всех выжгли, короче. Так, пьяная компания ваших солдат раздает аббатство. Мы хотим правосудия. Да, нет. Нет, хрен вам. Так, так. Устерики капля. Да, 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 да. Да, отлично. Слава королю сегодня вам исполняется 50 лет. Молчите. Да. Деньги еще... Я пригласил моего юного брата пойти с ним на весенний фестиваль. Фестиваль. Нет. Как это, брата, блин? Похоже, вам особо нечего сказать на эту чину, хорошо? У нас слишком много врагов. Это дорого обходится. Нам нужно поднять вопрос о прекращении войны. Да? Нет. Пускай обходится нам это сколько угодно. А как это закончилось? Теперь у нас нет бабла. Мы лишились лаванды. Но, с другой стороны, она меня вечно накаляла. Я даже в последнее время не успевал все прочесть, потому что я вечно сюда смотрел. А она тут капала, капала, капала эта лаванда. И все. И все в губцах. Узнать и оставалось в карманах. Милорд, вы умираете от старости. Вам осталось жить несколько лет. Да почему? Пожалуйста, остановите жестокое и бессмысленное убийство невиновных юных девушек. Да, ладно, хорошо. Я бы хотел провести новое исследование легендарного превращения свинца в золото. Вы дадите мне денег. На, денег. Мы нашли золото в шахтах. Копать глубже? Да. Мы проиграли войну, мой король. Мы вынуждены принять слои врагов. Ну, как бы... Нет. Не хочу я принимать слои. Слишком многих нужно казнить. Мне требуется помощь армии. Да, нет. Да. Я нашел синий и красный гриб в лесу. Синий кажется съедобным. Нет, спасибо. Дай сюда. Нет, мы синий уже ели. Там вообще крыша снулась. Нет, спасибочки. Мой король, я беременна. Я рожу тебе сына. Это мой долг. Слушай, 48 лет у власти. Ты вообще, король, нормально себя чухаешь. Так, я смотрю, наследник. Наконец-то. Отлично. Превосходно просто. Королева Фелисия родила прекрасного и здорового сына, милорд. Кто будет его крестником? Священник? Генерал. Генерал. Пускай будет. Во. У него сразу боевой дух поднялся. Группа людей впала в ярость и охотится на ведьм. Мы можем убивать при необходимости. Мы можем убивать при необходимости, но... Убивайте. Хорошо. Убивайте. Очевидно, это помешательство вызвано заражением ржи. Жечь запасы. Ну что же. Ну что же. Что же. Что же. Что же. Что же. Амбар есть. Жги запасы. Жги. С исчезновением запаса выросла угроза голода населения в грядущие годы. Итак, 888 год. 50 лет у власти. Уже неплохо. Мы, кстати, давненько не подбирались к такому порогу. И у нас более-менее все в порядке, за исключением того, что недавно, лет так 5 или 6 назад, по-моему, врачеватель сказал, что король помирает. А ему вроде как там 62-63, это не так уж много как бы. Хотя для средних, для этого века, для этого времени это, блин, ого-го сколько до хрена. Ну что же. Умрет он в скором времени или нет, мы узнаем в следующей серии. У нас еще куча тут всего, роман не заведен еще. Хотя, а, ну да, мы женились на принцессе вот просто так вот. Просто вот раз и все. Ну ладно, ладно, это все фигня. Я уверен, наш король еще много чего сделает. Может быть, даже рекорд побьет. По-моему, 66 или 65 было лет у власти рекорд, я не помню точно. Но все-таки будем держать за него кулаки и в следующей серии узнаем, что же с ним случится. А на этом все, всем большое спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, на паблик, ставьте лайки, пишите комментарии и ба-бай!